На протяжении всех этапов развития профессиональной художественной школы в Казахстане наблюдается характерная тенденция. В творчестве большинства художников прослеживается обращение к образам скачевой цивилизации, которые возникают в произведениях как в сюжетно-тематическом плане, так и в символическом ключе. Самые разнообразные предметы – юрта, шанырак, предметы посуды, войлочные ковры и тузкиизы, конское снаряжение, музыкальные инструменты, многочисленные детали национального костюма, головные уборы и многое другое – неизменные спутники намада в его повседневном существовании вплоть до 20-го столетия. Гений казахского народа в полной мере воплотился в декоративно-прикладном искусстве. Традиция и технология работы с материалами пришла из древности, бережно сохраняясь и передаваясь из поколения в поколение. Основой изобразительности был орнамент. Традиции декорирования дома-кочевника – юрты, одежды, украшений, конской сбруи – формировались многими веками, наполняясь смысловыми и символическими контрапунктами. Осмысление исторического прошлого в художественной системе нового времени становится отсылкой к традиционным национальным истокам. Исторически живопись Казахстана – явление очень молодое и насчитывает около 100 лет с момента возникновения. Это означает, что основная часть живописных произведений создавалась уже в иных, отличных от качевой культуры исторических условиях. Проживание преимущественно в городской среде, получение образования в специализированных художественных учебных заведениях, творческая работа в контексте новых реалий – все это условия, которые определяли новое мироощущение, связанное с инновациями в повседневной жизни. Однако эта ситуация не противоречит постоянному включению образов качевой цивилизации в произведениях художников разных поколений. И тех, что стояли у истоков зарождения и формирования казахстанской живописи, и тех, кто активно работает сегодня. В начальный период становления живописной школы работали мастера, бывшие непосредственными свидетелями кочевничества, исторически обусловленного образом народной жизни региона. Хлодов и Костеев стали подлинными летописцами своей эпохи, стремясь достоверно запечатлеть множество явлений, открывавшихся и взору, и сердцу действительности. Особенностью их художественного мышления стало точное воспроизведение специфики быта казахов, где нет ничего несущественного и неважного, отсюда внимание к деталям и подробная повествовательность. Природа, степь и горы, предстает гармоничным универсумом, где разворачиваются привычные сцены повседневности, ставшие основным лейтмотивом акварельных и живописных работ Абулхана Костеева. Женщина в интерьере юрты, приготовление пищи, выпас лошадей, стрижка овец, доение кобылиц, заготовка курта. Древние, как мир, привычные занятия превращаются в трактовки художников в возвышенные и опоэтизированные. Подобно Акынам, он вдохновенно пел о кочевой жизни, усердно передавая все подробности бытового уклада. Красота расположения людей и животных в пространстве пейзажа, яркость и красочность передачи природы и ее обитателей, органичность взаимосвязи человека и окружающего мира, изящность в мелочах, будь то движение рук или наклон фигуры. Здесь вдохновенность неразрывно сплавляется с приемами примитивизма. Наивное перечисление предметов в ряд, плоскостность, фронтальная композиция, акцент на первом плане, неподвижно позирующие фигуры, упрощенный рисунок, декоративность. Впрочем, говоря о декоративности, именно таким было органичное восприятие цвета и формы у человека, не мыслящего свое существование в неорнаментальных формах. С рождения воспринимает он яркую нарядность казахских узоров, которые окружали его всю сознательную жизнь. Искреннее восхищение полнотой жизни во всех ее проявлениях определило творчество одаренного самородка, выходца из народа, не понаслышке знавшего особенности бытового уклада. Наполняя композиции предметами номадического бытия, он подчеркивает и обстановку, в которой находится главный герой, и раскрывает его связь с духовными истоками традиции. Так, Жамбулжабаев с дамброй в руках не случайно изображен в интерьере юрты, где подробно переданы предметы обстановки. Красочный, богато декорированный ковер на полу, войлочный сундук для белья тусек кап, украшенные резьбой ларьки-беже, одеяло, циновка, подушки, красные пересечения внешней стены юрты кириге придают композиции цельность и завершенность. Свидетели минувшего, неизменные спутники повседневности, отражают энергетику своего хозяина. Сосредотачиваясь на предметах традиционного народного быта, Костеев невольно отмечает, как постепенно его вытесняет явление нового порядка. В интерьере юрты уютно разместился радиоприемник. Народные костюмы, песни и танцы, как и традиция неизменного угощения кумысом, тесно сплетаются с внедрением сельскохозяйственной техники. Поверхность традиционного ковра вместо орнамента украшает портрет вождя в картине подарок товарищу Сталину. За обширными хлебными полями размещаются большие города, пришедшие на смену и вытесняющие собой аулы, полотно жатва. Традиционная ступа кубы для взбивания молока сменяется сепараторами. Вообще, явление постепенной замены старых проявлений традиционного уклада и ручного труда новыми инструментами и способами, замещение прежнего бытового уклада знаками и символами новой эпохи транслируется Костеевым постоянно и настойчиво. Несколько иной подход наблюдается у его предшественника и учителя Николая Хлудова. Специфику его живописи определяет этнографический подход. Необходимость максимально подробно и точно фиксировать национальные типы, элементы костюма, характерные предметы обихода в их непосредственном функциональном применении. Будучи своего рода альтернативой фотографии, живопись Хлудова сегодня является важным источником для понимания специфики повседневной жизни намадов на рубеже XIX-XX веков. Наблюдательность позволяет концентрироваться на характерных деталях. Так седло обивается мехом в картине «Мальчик на быке», иначе не высидеть долгое время верхом во время длительных перекочевок. При изображении Кемишека, традиционного головного убора замужней женщины, художник обращает внимание на способ заматывания тюрбана. Знаковым объектом кочевой культуры, а также художественных визуальных повествований о ней, становится юрта. Уникальная модель передвижного дома выразила основные представления кочевников о мире. Сферическая форма отсылает к куполу небесного свода, принимающего под свой покров веками живущий в степи народ. Несложное по технологии изготовление, очень удобное и практичное в использовании, юрт объявляет собой социально-культурную и технологически организованную модель вселенной кочевника не только в ее этноэкологическом понимании, но и в социокультурном отношении. Юрта – неизменный символ казахской живописи, порой возникающий как самостоятельный, а порой как вспомогательный элемент общей картины бытия. Хлудов показывает внешний облик юрты, органично вписывая его в пространство пейзажа. Обращаясь к интерьеру юрты, художник прежде всего отражает особенности внутреннего пространства жилища через обитающих в нем людей. Так, произведение в юрте представляет главное жилище казахов. Интерьер традиционного передвижного дома дает наглядное представление об архитектуре традиционного жилища и особенностях размещения предметов в его пространстве. Стены жилья образованы диагональными решетчатыми пересечениями кириге. По периметру круглого в плане сооружения размещены декорированные орнаментами сундуки и кибеже, показана свернутая в рулон камушевая циновка ши. Определенное местоположение каждого предмета в интерьере, иерархия деления внутреннего пространства на верхний, срединный и нижний мир, как и на женскую и мужскую половину, четко определяет представление об устройстве мира и основных законах гармонии. Философия быта и мира неотделимы друг от друга. Здесь же возникают и обитатели жилища – мужчина, женщины, подросток. Все они объединены общим действием. Накапливая впечатления, Хлудов создает собирательные образы, неразрывно связанные с полученными в поездках впечатлениями. Местные этнические типы, как и региональный быт, наполняют работы художников, которые приезжали в Казахстан из России. Оставившие особенные впечатления образы возникают у одного художника в самых разнообразных картинах. В качестве примера хотелось бы привести работу Бортникова, где женщина-казашка в желтом платье и кемишеке с веретеном в руках появляется в двух различных произведениях художника. В картине «Письмо ковозников-животноводов» она становится участником массовой встречи односельчан с выходцем из аула, достигшего больших успехов. Эта же женщина возникнет годы спустя в картине Хлудов на Джайляу. Главная героиня здесь проявляет неподдельный интерес к новому способу творческого мышления – созданию живописной картины художником, который пишет этюд на пленэре. И его, в свою очередь, не в меньшей мере увлекает привычная для нее повседневность. В полотна соцреализма включаются опознавательные знаки кочевья – юрта, сырмак, традиционная одежда, и для передачи национального колорита, и для топографического обозначения происходящего действия. Очевидно, что действие в письме колхозников-животноводов происходит именно в казахстанской степи. Так отражается и ключевой принцип искусства эпохи соцреализма – искусство национальное по форме, социалистическое по содержанию. Общность художественных задач в передаче традиций казахского быта рубежа веков прослеживается в творчестве художников первого поколения, задававших вектор начального развития изобразительного искусства. Элементы намадизма становятся этническими маркерами, которые требуют максимально достоверной передачи. Анализ совокупности художественных приемов позволяет выявить общие черты в изображении кочевой цивилизации, которые были присущи и Костееву, и Хлудову, и Бортникову, и другим. Стремление передать непосредственность побуждает их опираться на конкретику, тщательность, подробную детализацию, что позволяет зрителю увидеть сцены кочевой жизни глазами художника. Несколько иная трактовка наблюдается у следующего поколения живописцев в периоды 50-х годов. Тильжанов, Шеяхметов, Кенбаев творчески осмысливают феномен кочевничества, используя иные приемы. Ореол романтики, праздничность, поэтичность создают идеальную картину бытия, где человек и природа находятся в единой гармонической взаимосвязи. По сути, идея неразрывности человека и природы является определяющей констанцией мировосприятия казаха-кочевника, не мыслящего себя вне природной среды обитания. Предгорье и степи становятся не просто местом действия. Это полная гармония и пространство персонифицируется и исполняет главную роль в полотнах художников. Тильжанов, лидер поколения 50-х, обращается к поэтическому осмыслению народной традиции не через отдельные предметы и образы, а через масштабные явления культурного наследия, такие как национальная игра, музыкальные и песенные традиции, выраженные с характерной эмоциональной подачей. Излюбленным героем художника является мчащийся конный всадник, переданный с характерной динамикой и экспрессивностью, очевидно влияние педагога Авилова и увлечением манерой художника Моисеенко. Образ всадника, знаковый для казахской культуры, является архетипом. Значительная часть жизни кочевника проходила в седле, умению владеть конем придавалось огромное значение, а навык этот формировался практически с младенчества. Сюжет конных игр становится отличной возможностью показать парящего в воздухе коня и слившегося с ним воедино всадника. Так у Тельжанова возникают кокпар, кискоул, охота с беркутом. Образы современности, мчащиеся на фоне бескрайней степи, железнодорожный состав, уходящие за горизонт линии электропередач, не замещаются с собой традиционный жизненный уклад. Напротив, торжественность духа кочевничества, выраженного в гордых и прекрасных персонажах и атрибутах кочевой жизни, является смысловой и композиционной доминантой и преобладает в полотнах Тельжанова, символизируя устойчивость многовековой традиции. В отличие от пафосной трактовки Тельжанова, подход к изображению казахского быта у Галимбаева является камерным, почти интимным. Жанр натюрморта как нельзя лучше подходит для передачи внутренней атмосферы юрты. Каждый элемент отражает незатейливую красоту, живую энергетику природных материалов и продиктованную функциональностью практичность, неся в себе мудрость и глубину древней традиции. Самоценная выразительность предметов выходит на первый план. Праздничный стол дастархан накрыт в ожидании гостей и полон символов щедрости и гостеприимства. Деревянный половник ожау и чаша для кумыса, пиала о кисе и декорированная волочная подушка, орнаментированные ковры и расписной керамический кувшин – все это неотъемлемые атрибуты степной жизни и символы казахского дома. Объектом творческого исследования становится философия вещи, отражающая специфику быта и мир кочевничества. Достигаемая в композиции состояние спокойствия и гармонии, праздничности и уюта, отсылает к созидательной энергии женщины, главного персонажа в творчестве Галимбаевой. Традиция передачи знаний и духовности из поколения в поколение – одна из основополагающих у казахов. Этой теме посвящается ряд работ, в числе которых народная мастерица с учениками Ольги Кужеленко, сказка Марии Лизагу и другие. Труд мастериц, создающих уникальные произведения народного творчества – отдельная большая тема. Нередко главными героинями становятся не безымянные собирательные апоэтизированные образы, а реальные прототипы. Так Гульфаэрус Исмаилова в работе «Народная мастерица» пишет портрет своей матери, которая славилась созданием тканных ковров, паскуров, алаша. В их торжественном окружении предстает образ пожилой женщины в белоснежном одеянии, на фоне которого контрастно выделяются смуглые лицо и руки, а дополнительные цветовые акценты в орнаментах насыщают живопись торжеством жизни. Народный мастер Лизагуб запечатлевает образ известной художницы Латипы Ходжиковой в окружении созданных ее руками предметов. Тональное изобилие фона превращается в почти абстрактное поле с открытой жизнеутверждающей цветовой гаммой. Молдахмет Кенбаев в «Кошмоделании» завороженно наблюдает за процессом производства текемета. Изящно склоненные женские фигуры в разноцветных жилетах, почти музыкальные движения рук, выкладывающих красный орнамент на белую основу, величественная монументальность горной панорамы в лучах заходящего солнца, красочная полифония превращает бытовую зарисовку в выражение чистой идеи. Поиски новой изобразительности шестидесятников приводят к изменению цвета пластического языка живописи. Она становится обобщенной, обретает большую условность, очищается от лишних подробностей. Образы кочевой цивилизации осмысливаются по-новому у представителей поколения. Степная жизнь у Айтбаева разворачивается в торжественном предстоянии героев, наполняя картины ощущением вневременности. Вечные люди в вечной степи. Укрупненная силуэтность форм и подчеркнутая контрастность цвета в описании жизни кочевников Усариева имеет очевидную отсылку к лаконичным знаком орнамента традиционного искусства. Переклички с приемами народного творчества наблюдаются у его Тагбалата Тугузбаева. Пространство юрты или дома обобщается и стилизуется, наполняясь эпическими образами. А натюрморт и жанровая сцена трансформируются в возвышенный символ выражения национальной идеи. У Бахтияра Табеева бытовые сцены с намеренной бессобытийностью решены в реалистическом ключе с определенной долей условности. Комбинирование реалистических форм и абстрактных включений геометрических лоскутов, глиняных мазанок или проветриваемых войлочных ковров создают единое цветовое пространство, сплавляя воедино землю и небо, фигуры людей и предметы мира. Абдрашид Садыханов в своем осмыслении национальных истоков органично соединяет в пространстве одного произведения фигуративные символические образы с орнаментальными мотивами и родовыми знаками Танба, отличительными знаками рода. Такой ход позволяет найти сжатую изобразительную квинтэссенцию выражения идеи или предмета, или явления. Знак Чабан, знак Коркыт, символ Шолпан. Важнейшие символы кочевой культуры возникают и Амандоса Аканаева. В композиции Саокеле соединяются наделенные сакральными свойствами знаковые выражения кочевой цивилизации, устремленные к шаныраку головной убор невесты. Обращение к калажной технике становится для художника полем для эксперимента в орнаментальном декоративизме и включении рельефа в плоскость живописи. Для него, как и для других представителей новой волны 80-90-х годов, в числе которых Бапишев, Ездаулет, Бикеев, характерно усиление философского начала, символика, активизация личностного взгляда. Наблюдается постепенный отход от общей коллективистской тенденции в сторону подчеркнутого индивидуализма с активизацией личностного взгляда и усилением индивидуального авторского подхода. В 2000-е наблюдается новый всплеск интереса к образам кочевой цивилизации, вплетающимся повествовательную конву художественных произведений. В сюжеты батальных, исторических, эпических сцен вплетаются предметы кочевой цивилизации. Большеформатные, многофигурные сюжетные композиции, выполненные в стилистике неореализма, наполняются тщательно проработанным изображением оружия, военной амуницией, костюмов, музыкальных инструментов. Владение рисунком и внимание к деталям отличает таких художников, как Килибаев, Нургожин, Тлеужанов, Даурен Костеев, Дузельханов и других. Для искусства новейшего времени характерны не конкретика, а историзм прочтения. Не отдельный человек, а народ и его герои. Осмысление повседневной жизни намадов в казахстанской живописи определяет всю историю становления и развития профессиональной школы искусства, обретая в каждом поколении свою специфику и особенности. Включая в произведения коды кочевой цивилизации, авторы исследуют повседневный быт племен, чья жизнь проходила в постоянных перекочевках. Предметы отражали образ жизни, верования, традиции, обряды, философию, неся в себе сакральный смысл и связь с природными явлениями. Несмотря на смену культурологических парадигм, в условиях современности образы кочевой цивилизации не теряют своей актуальности, постоянно включаясь в контекст художественных произведений. Эволюция казахстанской живописи показала, что живописцы обращаются к архетипическим знаком номадической культуры, стремясь выразить многогранный спектр нравственно-этических пластов. Осмысление этнокультурных и этнобытовых традиций в современном художественном процессе было и остается одной из значимых тенденций в связи с неизменностью духовного базиса, имеющего значение как в прошлом, так и сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok